И снова. Здравствуйте, дамы и господа. Продолжаем наш тренинг по мануальной терапии. Меня зовут, как вы знаете, Олег Лавгудвин. И сейчас немножко теории, ну такие, общие элементы без подробностей. Что нам нужно в основном знать? Значит, наш позолочный столб, он специально искривлен, S-образно. Ну вот на этой схеме сбоку понятного в латеральной плоскости. Кстати, вот это получается фронтальная плоскость, а это латеральная плоскость изображения. S-образная искривленная позвоночника, она дает нам естественную амортизацию. То есть это специально так природопридумано. Между каждыми позвонками находится эластичный диск. Он тоже специально сделан эластичным, чтобы были некоторые такие пружинистые, пружинистая техника амортизирующая во время ходьбы, бега. Потому что человек практически единственное млекопитающее, единственное существо на Земле, которое всегда, да, ходит на двух ногах. Вертикально стоящее, прямоходящее. И это, естественно, сказывается на всех проблемах позвоночника. Все вот эти болезни отсюда вытекают. У животных таких проблем практически не существует. Или там буквально в одном проценте всего лишь. Все 99% проблем на себе взял человек на свой позвоночник. И, соответственно, у него должны быть естественные изгибы, которые называются, вот, вперед изгиб позвоночника лордоз, вот туда, да, если назад, изгиб называется кифоз. И они чередуют с собой лордоз, кифоз, лордоз. В крестце, и копчик вместе с ним взятый, это единый, как бы, кифоз. Там просто срочившиеся позвонки, они не движутся относительно друг друга. Но они все равно имеют изгиб, повторяющий вот эту вот, ну, как, змееобразную форму, да. И форма загнутого черепа сзади тоже, она также для этого создана специально такая сферообразная, да, чтобы подчеркнуть дополнительно еще кифоз. То есть после лордоза он должен опять перейти в кифоз. И таким образом получается вот такая вот пружинистость у этой всей конструкции. Гениально, надо сказать. Ну, если мы наклоняемся вперед, это называется флексия. Если назад, то экстензия. Если силен назад, то гиперэкстензия. Либо гиперфлексия, если вперед. Это касается как самого наклона, да, и загибы назад. Ну, это переводится на русский с латинского наклона, а это прогиб назад. Так это касается и каждого позвонка в отдельности. То есть они могут быть искрулены как сдвинуты вперед-назад, да, сам позвонок, так и ротированы. То есть вот... Разрелены. Да, развернуты. То есть, если они повернуты вот так вот. Видимо, надежно, да? Ну, по часовой стрелке, либо против часовой стрелки, да? Это, соответственно, называется ротация. Вот элемент ротации я показал. Мы позвоночник можем оценить только по остистым отросткам. Они, как правило, под 45 градусов назад развёрзнуты. И достаточно большие, особенно в самых крупных наших позвонках. Это поясничные позвонки. Поясничных позвонков пять. Ну, давайте пройдёмся вот... Семь шейных позвонков, начинается с головы, да, от одного до семей С. ТХ-12, да, грудных позвонков, и, соответственно, 12 рёбер. Компрепция 12 рёбер, из которых два нижних ребра, они не закреплены спереди к грудине. Вот это грудин нарисовал, то есть у них нет жёсткого скрепления. Поэтому они называются плавающими два ребра. Но некоторые пишут ТХ, да, некоторые Д называют. Д1, Д2, Д3. Вот отсюда, соответственно, Д1, Д2, Д3. С7 и Д1 – это шейно-грудной переход. Самые два выступающих астистых отростка. Они очень большие здесь. Самые большие. Ну, а... Ну, в смысле, большие для этой области. Но самые твёрдые, толстые и тяжёлые астисты отростки находятся в пояснице. Поэтому не обольщайтесь, если вы придёте к специалисту, и вам скажут, что вот я там нащупал вас грыжу. Это, в принципе, невозможно, потому что тут сам вот этот отросток, сантиметров 5-7, представляете? Вокруг него ещё там куча массы жира, мяса, мышцы вот эти все. Пока тут, да, он никак внутрь вообще не сможет залезть пальцами. Это точно невозможно. Соответственно, и потом они говорят, а вот я пошёл к врачу, мне назначили там от грыжи лечения банками. Ну, тоже смешно. Вот он банк этот потёр, да, крожу, кожаную покрову в основном, да, растёр, гиперемию создал, да, и от этого считается, что избавился от грыжи. Да ничего, она от грыжи не избавилась, это просто смеяться, да, это просто смешно. Грыжа, она внутри. Если она выходит, как правило, грыжа переводится на русский «выпячивание», то есть это, ну, смотрите, если пакет целлофана взять, пальцем продавить, растянуть, да, вот не выпятился. Убрали пальцы, как пакет вы потом не растягиваете, это выпячивание всё равно останется. То есть это нарушение тканей. В принципе, есть случаи, когда грыжа всасывается обратно, да, и она выравнивается. Организм у нас саморегулирующийся и самовосстанавливающийся, в отличие от целлофановых пакетов, да. Но в большинстве случаев, если она образовалась, она в той или иной степени будет всегда выпечена. Может быть, чуть больше, может быть, чуть меньше. Ну, про грыжи вот давайте тогда уже раздать. Сейчас, чтобы не путаться, давайте дадим до конца. Поясничный отдел, это L обозначается, их 5 позвонков, да. S обозначается группа сросшихся 5 позвонков, от 1 до 5, крестцовые позвонки. Они как бы срослись, и вот у них вот эти боковые отростки. У позвонков есть не только остистые отростки, которые идут назад, да, но ещё и боковые отростки. Ну, там какие, такую форму сложные они. То есть они, просто прямоугольничками нарисую. К ним, собственно говоря, крепятся ребра. Вот это нам нужно в работе знать, потому что реберно-позвоночная дуга, она находится вот здесь, и тут уходит под лопатку. И во многом мы, когда оказываем давление, мы давим именно на вот эти сочленения, на них, а не на сами позвонки. Прямое давление на позвоночник, а точнее на астистые отростки, оно допускается, но в редких крайних случаях. Особенно вот эти ударные техники, там не нужно делать. Копчик, это, как правило, ну, у разных астасов по-разному бывает. От трёх до пяти, иногда до семи даже позвонков. Рудиментарный наш хвостик, за счёт чего говорят, что мы произошли от обезьянок, потому что есть кусочек неотпавшего хвоста до конца. Кстати, некоторые бывают рождаются действительно с хвостиком маленьким. У детей его потом купируют. Какие нас интересуют проблемы? Вот ротация, видите, это поднарисовалось. Астистые отростки, они должны быть на одной линии у идеального прямого позвоночника. И вот эта вот ось, она должна соблюдаться во всём организме, начиная от позвоночника, продолжаясь во внутренних органах, в лопатках, во всех остальных костях, да, и в энергетических каналах также она должна отражаться, и также должна отражаться во всём коконе. Аура человек, ну тут уже у него, я не смогу нарисовать, но примерно метр от этой оси, вот такого радиуса, яйцо существует этого кокона. Поэтому, в целом, как бы вот, то, что я преподаю, я эту науку называю не остеопатия, всем известна остеопатия, да? Ну, все знают это слово, да? А есть вот новое слово вам даю. Ось Теотерапия То есть остеопатия, с латинского получается делится костью, это кость, патия, патология, болезнь, патия, патология, вот, патология какое-то неприятное слово, честно говоря, потому что... Ну, может, страдания, да, то есть те специалисты, которые этим занимаются, они занимаются страданием, занимаются патологией, да? А вот мы занимаемся осью, ось, то же латинское слово, тео, это бог, вспоминаете, тео-софия, теология. Терапия, это лечение, то есть мы занимаемся лечением божественной оси, вот этой вот оси, то есть выстраивая позвонки, мы влияем и на внутренние органы. Леча внутренние органы, мы влияем и на сами, на положение позвонков. Ну, вот особенно те, кто занимается специальной терапией, это знают, зависимость, да? Также мы влияем на наши, не только функциональные блоки устраняем, да, но устраняем еще и энергетические блоки. Мы бесконтактные техники, но сегодня не успели пройти, но если хотите, вот дополнительно, факультативно, у нас будут бесконтактные техники, восстановление энергетического баланса и даже управление позвонков, не касаясь руками. Такое тоже возможно, уж поверьте. И, соответственно, настраивается полностью аура человека, энергетическое его, то есть первое, это физическое тело, да? Второе тело, это энергетическая оболочка, ну, примерно 5-7 сантиметров вокруг тела, вокруг каждого пальчика так и есть. Даже сейчас есть прибор, который могут фотографировать. Третья оболочка, это аура, примерно вот радиуса метр вокруг человека. Ну, она тоже может менять свой диапазон до 3, до 5, до 7 метров радиус может быть. Следующая оболочка там около 20 метров, это четвертая получается, и так до 7 оболочек. Я не буду подробнее про них рассказывать, но эти оболочки напрямую связывают с жизнью здесь, в этой трехмерной среде, здесь на Земле. Мы поляризированы относительно полюсов Земли, относительно магнитных полей, относительно своего рода, рода человеческого в целом, да? И рода человеческого относительно этноса и семьи. И все это заложено в этих оболочках, и постепенно это все складывается, спрессовывается, как бы вся эта информация, материализуется в нашем позвоночнике. И, соответственно, мы через вот эту вот остеотерапию влияем через позвоночник на другие сферы жизни человека, и от них тоже влияем сюда. Ну, как правило, больные приходят с жалобой, да? А первая причина может быть психологическая. То есть он где-то получил психоэмоциональное напряжение, и поверьте мне, около 80% грыж происходит не из-за того, что поднял грусть какую-то резко, да? Ну, это только там, кто в спортзале, кто бодибилдингом занимается, да, или грузчики, может быть, да? Но это же не все население. Это достаточно узкий слой населения. А в основном человек держит в себе какую-то проблему, и вот он от этого зажимается, зажимается. А еще на работе начальник накричал, он стрессанул, мгновенно напрягся, да? И не расслабился, у нас люди не умеют расслабляться. И в итоге мышцы так стягивают сегменты позвонков, а что такое сегмент? Сегмент это вот два позвонка, и между ними диск. Вот это вот один сегмент. Между ними находятся мышцы. Ну, вот, все, позвоночник, да? Ну, соответственно, там вот второй сегмент, третий и так далее. То есть эти мышцы настолько стягиваются, и паравертебральные мышцы вдоль позвоночника идущие так же сжимают поясницу, что они просто за счет сдавливания диска выдавливают его. То есть это даже не остеохондроз причина, а причина психологическая. И так же вот, вылечивая позвоночник, да, вылечивая, снимая функциональные блоки, мне клиенты радостно потом заявляли, что вот пошло повышение там на работе, пошло там как-то лучшее отношение стали в семье с начальником и так далее. Кто-то там сменил работу и вообще устроился на более лучшее место, более денежное. То есть идет влияние на весь окружающий мир человека. Поэтому это и называется остеотерапия. Теперь давайте поближе рассмотрим, что такое грыжа, если она происходит механически. А механически она происходит чаще всего из-за нескольких факторов. Ну вот остеохондроз, распространено у нас название заболевания, да, хотя на самом деле это не заболевание в прямом смысле слова. Остеохондроз – это дегенеративно-дистрофическое изменение в костях и суставах. Хондро-сустав, остео – это кость. Кость-сустав, если дословно перевести, остеохондроз. И, соответственно, что происходит? От неправильного питания этих суставов и от неправильной нагрузки, они сплющиваются и начинают тереться друг об друга. Если это не позвоночник, то… Ну, давайте, кстати, сустав просто нарисуем. Ну, вот тут вот, например, фасеточные суставы, да, то они трутся друг об друга, получается артроз, артрит развивается, да. Наша цель – все время декомпрессировать. Люди там приходят к массажисту, да, и, ну, где они вот, кто-то делает гимнастику, да, только спортсмены, да, обычно люди, ну, редко-редко, они все ленивые. Наша задача – постоянно декомпрессировать, постоянно их растягивать, да. От этого снимается, особенно в шейном отделе, очень много артрозов и артритов. На фасеточные суставы, сбоку, когда позвонки друг к другу, боковыми сочинениями касаются, поперечными отростками, вернее. Остухондроз, я вам уже сказал, это дегенеративное развитие, да, в позвонках, например, да. Соответственно, если здоровый позвонок, вот сегмент здорового позвонка, между ними находится диск. Диск – это такое фиброзное кольцо, мягкое, оно плетеное, как бы вот, вот так, вот так, вот так, из волокон, так сплетено, как, вот знаете, для, сейчас, для этих, для сантехники, трубы такие металлические, сплетенные, да. Вот примерно такая вот структура. Внутри находится пульпозное ядро. Оно жидкое. И, соответственно, за счет его сжатия происходит вот эта вот амортизация, да. Это вот здоровый диск. Если происходит остухондроз, то у него на рентгене, когда лучше пробивают позвоночник, да, уже видно вот тут вот утолщение. Сам позвоночник более плотный становится. И он, во-первых, менее, меньше питает самофиброзное кольцо, да. А фиброзное кольцо, как и любой сустав, вот, например, сустав подсоединения двух костей. Здесь есть хрящевая оболочка. Мастер вот этим по другу. На нем одета хрящевая оболочка, да. Но и даже в этом случае сустав не касается друг друга. Всегда там есть хотя бы некоторый микрон, зазора, за счет того, что он накрыт сверху капсулой, в которой находится синавиральная жидкость. И синавиральная жидкость, она не дает соприкасаться. Поэтому такой сустав может жить практически вечно. Он, во-первых, скользкий, как зеркало, да, как стекло. Практически нету там трения. И плюс еще жидкость там есть, да. То есть сустав практически может жить вечно. Но откуда тогда возникают болезни? А от того, что, во-первых, либо гиперсильный удар был, да, то есть они сомкнулись, ударились. Во-вторых, из-за того, что все наши ткани питаются из сосудов. В суставе нет никаких сосудов вообще. Он питается только диффузно из окружающих тканей. И, соответственно, если у человека сидячая работа, он постоянно сидит, колени не разгибает, да. Соответственно, сразу страдают в колени. Те, кто работает с долговодителями, они сразу проблемы малого таза. Там целый пучок проблем, потому что там еще нервное окончание целой связки там выходит. Либо порвался, в третий случай, порвался болочка, да, суставная жидкость вытекла. Грубо говоря, ее надо заменить. Но она образуется сама, если берешь сустав, да, либо туда вкачивают гелевую структуру такую. Синориальная жидкость, это переводится сина, ово, ово это яйцо, то есть практически как белок яйца, например, по консистенции такая. Здесь, по пользу ядре, там не как белок яйца, она немножко другой консистенции. Но, соответственно, если эта жидкость пропадает, у стариков, да, начинаешь скрипеть колени, например, да, вот они скрипят, и, соответственно, суставы начинают перетираться друг от друга. Но, что получается? Я вру, жидкость не до конца уходит, она какая-то там все равно остается. Но получается, что для организма это стресс, да, он начинает вот это место питать изнутри тогда, если снаружи не получается питание, да, а снаружи диффузно, оно от чего получается? От движения самого сустава. То есть все наши суставы должны двигаться, объяснять своим клиентам, что движение – это жизнь. И если он в своей жизни не движется, то хотя бы пусть приходят к массажисту, массажисты, ему все эти суставы разотрет, разомнет, растянет, прощелкнет, похрустит, мобилизацию сделает, да, вот это наша основная задача. Объяснить, да, хочу, чтобы клиент понимал, что это ему нужно, но постоянно, навсегда, потому что сам он редко займется своим суставом, да, а это вот и фасеточные суставы, и коленные пальчики, мы даже пальчики там щелкали, да, вот этому всему и предназначена наша мануальная терапия и конкретно мануальный массаж, чему я обучаю. Уникальные техники, кстати, от Олега Аллафа Гудвина, таких вы больше нигде не найдете, да, 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 это правда-правда. Так вот, организм, что ж такое фломастер, не зацвет. Потому что он просто выбросит. Ну, тот уже, наверное, выбросит, сейчас вот новый попробуем. Вот в этом месте, да, он понимает, сустав, этот хрящик, треслежек обдруга, значит, проблема, значит, он туда дать питание дополнительно, кроме того, что он диффузно поступает, да, из окружающих тканей. Ну, кстати, массажем, вот если перелом случился, тоже через массаж диффузно начинается питаться окружающей ткани, костной, и даже быстрее проходит и костная мозоль, и после перелома всарщивается костью. В два раза быстрее, это уже доказано. Беремся к нашим организмам, который нас, самих, себя немножко обманывает. Он дополнительно сюда дает питание из костей, проращивает дополнительные каналы, понимаете, и они вот, это вот дельта какая-то, каналы, и они вот начинают мелко-мелко-мелко-мелко питать вот этот хрящик, подводя к нему дополнительные коллагены, восстанавливая его. Но, они же несут не только коллагены, они несут и кальций, и поэтому вот это место в итоге кальцируется, практически получается, что кость увеличивается, вот, и получается, что идет прямое соприкосновение кости друг к другу, понимаете, а это еще хуже, в итоге получается, кость трется об кость, никакого скольжения нету, и, может быть, видели, стариков, у них прям скрип идет, от коленей, прямо вот, ну, действительно, это больно, это просто уже больно. Поэтому, наша задача не допустить это, приглашать клиентов до тех пор, чтобы им, чтобы у них организм сам восстанавливался, сам питал, вот эти вот, восстанавливаться на реальную жидкость через движение вокруг суставов, то, что мы его натираем. Здесь же, что происходит, вернемся к позвоночнику, да, также вот, нету питания, потому что, на самом деле, тут есть пластиночка, такая тоненькая-тоненькая, низкий микрон, который между диском и там тоже, кто вообще скажет, никто не знает, и там такие с микрон дыришки, перфорация такая, идет в этих пластиночках, через которые проходит жидкость к диску, все-таки он тоже имеет некоторое питание, но и за счет нашего собственного неправильного питания человека, да, у нас организм больше засорен, мы даже воду пьем нечистую, не говоря о том, что многие ее даже не пьют воду вообще, он засоряется, поэтому питание через позвоночник вообще не происходит в диск, и тем более, вот он кальцируется, как я ему нарастал, здесь вот закальцировался, да, вот это место, так и здесь, вот остеохондрос, это вот и дополнительно кальцирование происходит, да, диск вообще не получает питание, он начинает иссыхать, в нем появляются трещинки, ну, так покажу, как бы вторая стадия, третья стадия, это уже на на костях образуются остеофиты, пока маленький, он становится такой вот, регистый, то есть наросты такие костные, да, диск не только трескается, он еще и выдавливается, выдавливается, как правило, назад, получается, он перекрывает позвоночный нервный столб, где идет пучок нервов, от которой расходятся корешки во все наши внутренние органы, и соответственно, если он выдавился достаточно сильно, то он его пережимает, становится больно, а боль проецируется не только вот на этот сегмент, он все вам говорил, а еще и на соседние сегменты, то есть болевые участки получаются гораздо больше, и в момент, когда человек получил прострел, люмбабы, он даже, если по вам обращаются, не берите его в этот момент, в этот момент массаж делать нельзя, да, пойдет обострение, любые разогревающие вот эти части, некоторые люди сажают в баню, и идут, в они тоже нельзя идти, все вот эти вот разогревающие моменты, они в данный момент очень вредны в момент обострения, это надо снять уколами, мазями, обезболивающими, ну, практически любые, любой апсеки, вам фармаколог подскажет. Холодом. Ну, можно холодом, да, вольтерен, любой там, что перечислять, да, вот снимаете, вот купируете эту боль, да, если прям острый боль, то есть действительно блокада, когда иголка проникает, вот прям сюда, и там такую суспензию из 15 компонентов или 18 компонентов, держат в секрете, сейчас я вам их не скажу, их тогда как раз впрыскивает, снимает вот эту блокаду, да, и только после этого можно массировать и растягивать, а все наше растяжение, как вы понимаете, это декомпрессия, это вытяжение, оно безобидно, то есть за счет многократного вытяжения, в комплиент ходит, мы многократно вытягиваем по-звонам, и грыжа вот в итоге может действительно на несколько миллиметров уменьшиться, что такое грыжа, чем отличается от протрузии, если тут, ну вот тут я нарисовал пояснично-трестцовый переход, да, как раз вот эти вот, получается, L5 и S1, самое частое место, где у нас образуется грыжа, да, она еще часто образуется из-за того, что люди ходят с животами, а как видите, тут идет изгиб такой естественного организма, и позвонок находится под углом, а если еще с этой стороны висит живот, то он еще больше съезжает, он больше съезжает сюда, и соответственно, задняя часть у него выпячивается, постарайте, поэтому вот опять же, нам надо работать и с животом, и правильно убеждать человека себя вести после того, после наших манипуляций, потому что, ну вот еще отвечу на вопрос, вы спрашивали, как часто нужно проводить вот эти вот манипуляции, да, снять функциональных блоков, обычно, после массажа организм адаптируется через три-четыре дня, мышцы адаптируются, да, а костный скелет, вернее, мышечный корсет наш, разворачивают позвонки в свое привычное положение, к которому они привыкли, он привык ходить человек, примерно через четыре-шесть дней, то есть мы его выправили, поправили, ротацию сделали, а через шесть дней у него там обратно все вернулось, тем более, если он вернулся в свой привычный образ жизни, спит на неудобной подушке, сидит в неправильном позе, ногу на ногу там, а это мало еще и тяжести какие-то, там на одном плече все время таскает, то есть он все это возвращает обратно, вот чтобы был устойчивый результат, нам надо попасть вот в этот промежуток, да, то есть не раньше там трех дней, и не позже четыре-шести дней, то есть получается, примерно он должен на четвертый день прийти на следующий сеанс, ну, третий, четвертый, три-четыре, тут от двух до четырех дней адаптация идет, то есть получается примерно, ну, если по себе судить, мне удобно так понимать клиентов первой половине недели, вторая половине недели, ну, допустим, там, понедельник, четверг, вторник, суббота, ну, примерно вот так вот, и тогда будет долгий устойчивый результат, далее смотрите, ну, следующая стадия, если он про диск еще больше из сов, да, питания нету, остеофиты большие появились, его спрессовывают, вот отсюда, да, остеофиты, это прям такие наросты, которые вот торчат, вбок, прям, они такие, прям действительно гребешок, он такой появляется на костях, представляете, то он может прорваться, вот эта часть, которая провисла, да, секвестр называется, он может колоться и блуждать в этих тканях, дополнительно, что происходит, пульпозное ядро вытекает, и это еще и токсическое отравление прорвающих тканей происходит, то есть дополнительно, еще больше тут организм страхуется, нагнетает массу, еще больше блокирует эту часть, такими же приходят, вы там чувствуете, ну, во-первых, жировое тамообразование, да, и мышцы такосковано очень сильно, в этом случае, когда уже секвестр образовался, тоже нельзя делать массаж, и особенно манипуляции, не дай бог вы еще там что-то ему нажмете, у него кусочек остеофита еще отколется, да, и они еще дополнительно будут там царапать окружающей ткани, поэтому, надо понимать, что пока это протрузия, а протрузия у нас в пояснице до 3-4, даже до 5 мм, то все манипуляции можно делать, да, но если уже это миллиметров 8, то лучше предостеречься, поэтому лучше человеку послать сделать МРТ и без, и на рентгенограмму, чтобы он без этих снимков вам не приходил, это будет ваше, ну и профессиональное заявление, да, да, и страховка, и доверие пациенту к вам будет, потому что ничего лично тогда не надо делать, уже не нужно было делать, но пока, и сразу объяснять, чтобы этого не допустить, вы наоборот должны, пока у вас протрузия, наоборот должны ходить на процедуру, да, мы вас будем постоянно растягивать, и даже может снять, заставить его снять рентген, например, до начала процедуры, в конце процедуры, чтобы он видел прогресс, да, что он есть, более 5 миллиметров в пояснице, это уже грыжа, до 5 миллиметров считается протрузия, а в шее, там более тонкие позвонки, поэтому там от 3 миллиметров уже грыжа считается, да, до 3 миллиметров еще протрузия, так, про остеофита я уже сказал, да, ну тут как бы получается в прогрессе здорового прозванного, диск, да, вторая стадия, три стадия, четвертая стадия, ну четвертая, это вот когда вообще уже откололось, да, и вот кусочки тут заплетают, тогда уже нужно действительно делать операцию, то есть тоже предупреждается людей, если там грыжа, некоторые врачи говорят, у тебя грыжа 5 миллиметров, давай на операцию, нет, не нужно сразу бежать на операцию, нужно использовать все вот эти вот консервативные методы лечения, консервативные, это то, что в новых разделах, да, руками там, разогреваем, растягиваем и так далее, и только если что-то уже такое случилось, тогда действительно операция, потому что любая операция, это внедрение инородное в тело, и как следствие, оно без следа не проходит, там будут экзистические реакции, там что-то еще может быть другое возобновлено, так, и тогда возвращаемся мы к нашим процедурам непосредственно, этот сегмент, вот вспоминайте, если мы, сотрут, с этой стороны, чтобы было видно, если нам надо поставить вот этот позвонок нижний, да, слева направо, видите, он влево повернут, да, ротировали, то мы должны переместим усилия вот отсюда, снизу и вверх, но у нас и верхний позвонок, тоже выше над ним, тоже повернут, в другую сторону, ротирован, ротация, мы понимаем, что если мы работаем с шеей, мы работаем сверху, вставим позвонки, до седьмого, вниз идем, а весь грудной отдел, мы идем снизу вверх, то есть первую мы воздействуем будем на нижнюю, но верхний-то нам мешает уже сдвинуть, да, если мы сюда будем двигаться, мы его тоже, как биллиардный шар, сдвинем в неправильном положении, да, поэтому мы одновременно должны создать ему движение с этой стороны, снизу вверх и растянуть, даже если он с этой стороны не сдвинут, все равно мы должны задать для вот этого позвонка, который нам сейчас важно поставить, да, дополнительное растяжение. Так, чем рисовать?